Хочу покатить вон, где мы жили. Вот такой номерок с розовым балдахином, кроваткой, телевизором, горячей водой, бесплатно. Зубная щетка здесь была, зубная паста, мыло, горячая вода, включенный завтрак и вот такой вот номер. Стоит 9 долларов за номер. Мы взяли 3 номера. Вот проехали по федеральной трассе в Танзании. Все запачкались и запылились. Остановились, сейчас хотим перекусить. Пупим сейчас шоколадки себе, водичку и вот какой-то ресторан. Зайдем там поедим. Это, кажется, дикая территория. Дикая земля Масаев. Мы идем фоткаться с баобабом, с диким. Здесь все дикое. Самое важное слово дикое. Самое главное нам сегодня не встать на змею. Вот такое вот баобабище. Баобабище. Ну что, ты будешь с ним фоткаться или нет? Он растет прямо на футбольном поле. Субтитры создавал DimaTorzok Короче, мы пошли на охоту на гилпотамов, недалеко от нашего отеля. Чувак с ружьем, а мы просто как сопровождающий. Мы с кулаками. Мы с кулаками, мы сейчас будем его бить. Давай, выходи первый. О, вот он. Серьез вообще рядом. Слышь, он не брет. Откуда он здесь взялся? Нет. Откуда он здесь взялся? Да, где с озера рядом? Там справа еще. Да, не отвлекай его, пусть посвятит на тех. Граджи, а как ты сказал ему? Хочу гипотамку видеть? Да, и поржал просто. А вот говорю, Лев, я посмотрю. Пойдем, поснимаем. Чего здесь стоим? Блин, чуть не упал. Вот так-то он, короче, стоит. О, смотри. Фигай себе, дружок. О, смотри, здорово, всех гоняет. Так, мартышки, ну-ка, разбежались отсюда. Давай, давай, кыш. Так, мелкий, что ты ходишь? Так, ну-ка, разбежался, давай, жирный. О, давай. Так, ну-ка, разбегаются, разбегаются. Ну, как будто первый раз камеру видят. Ну, вообще, как-то зероди мне. А, получил помортирую. Эй, братва, привет. Как дела? Ой, кошка. Эли. Эли? Да. Меня зовут Пол. Привет, меня зовут Роман. Привет, меня зовут Роман. Вы можете предупреждать, что мы здесь найдем животных? Как... Элифанты. Как пакеты, гвозь. Я не предупреждал тебе, куда мы их можем ver. О, это зависит. Окей, мы надеемся, что мы увидим. Да. Окей, поехали. Какая большая дистанция? Это занимается 2 часа. Одна часа, другая. Это не 2 часа, а дистанция? Дистанция 2,5 км. 2 км? Да. Нормально. Все узнал. Окей, поехали. Спасибо. Короче, пошли слонов искать. Мы сейчас находимся вот здесь. Потом мы поднимаемся в кратер. Идем в кратер Нидорангора. Это очень специальное место во всей Африке. Не только Танзани, но во всей Африке. И после кратера мы выезжаем, покатаемся и поедем в Серенгетти. Вот это все. Это Серенгетти. Знаете, великая миграция, да, животных? Когда там тысячи антилоп, зебры, животных идут. И все снимают об этом видео. Вот это все происходит в Серенгетти. Вот здесь вот. И потом, после Серенгетти, мы махнем в Кейне. Слоны ходят труца одели. Слоны мажутся грязью. А потом ходят об деревья, обтираются. И вместе с грязью счищают себя паразитов, которые могут завестись у них в коже. Вот такая вот гигиена. Кроме слонов также делают и буйволы, и разные другие животные. Ну вот сейчас нам показал дерево слоновья, которые трутся. Мы идем по тропе. Нашли свежий след слонов. И идем по нему. Говорим шепотом, потому что уже слышно, как слоны трубят. Они где-то очень рядышком. Мы сейчас пытаемся их скрасить. Скрадываем слонов сейчас. Надо сейчас быть очень тихо. Потому что слоны обычно очень агрессивные. Они очень агрессивные, они нападают без предупреждения. Они защищают потомство и территорию, на которой находятся. Мы реально очень близко у шексонов. Слон повалил дерево. Игрался с ним, тачил пивни. Был здесь буквально только что. Но мы до них далековато, метров двести. Но они все прекрасно видят и слышат. Они не могут нас заметить. Сейчас они жрут глину. Она помогает им с пищеварением. Да, я тебя не мил. Возможно, они нашли золотую жилу. И сейчас пытаются ее раскопать. Гид запрещает подходить ближе. Потому что у них два маленьких ребенка. И слоны очень, очень агрессивные. И очень опасные животные. Тем более, когда у них есть дети. Они потревожены, как-то быстро уходят. Скорее всего, это мы их потревожили. Сейчас они пойдут нам на перерез. Надо немножко переждать. Видите, как они быстро чувствуют. Если бы мы подошли ближе, не могли бы напасть. Как вы слышали, что слоны были очень рядом с нами. И это было не настолько невероятно, что в какой-то момент гид начал бежать. Я бежал вторым и подталкивал его. Потому что это реально невероятно было. Крики, треск деревьев из крики слона. Это просто невероятно. Советую всем побывать на этом пешем маршруте. Потому что слоны буквально в трех метрах хотят. Ты можешь погладить и дотронуться на них. Это червяк. Дождевой червь выпал. Вот он для сравнения. Моя рука. Сейчас тебя укусит. Ничего, я его сам укушу сейчас. Я его пожарю. Мясо в нем. Смотрите, моя нога. В виде червяк. Реально, как маленькая змея. Смотрелся? Да. Вот такая у нас получилась экскурсия в поисках диких слонов. Мы их нашли. Мы их поснимали. Испытали немножко адреналина. Честно говоря, у нас гид боялся больше, чем мы. Когда слоны начали просто кричать, он просто почесал. Почесал просто очень быстро в другую сторону от слонов. Хотя слоны были достаточно далеко. Ну, метров, наверное, 200. Но ему виднее. Не будем ничего говорить плохого. Ему виднее. Он здесь работает уже год. А мы поехали дальше. Сегодня у нас свободный день. Немножко потусим. А завтра у нас будут парки национальные Нгоры-Нгоры, Серенгети, Масаймара и так далее. Будем ездить везде смотреть. Прямо с 6 утра будем ездить до самого заката.